Славинск-на-Кубани считается одним из городов спортивной значимости Краснодарского края. Не случайно многие соревнования регионального масштаба проводятся именно здесь. На этот раз нашему городу выпала честь принимать открытый чемпионат Краснодарского края по баскетболу среди мужских команд. За ходом игры наблюдали и наши корреспонденты. Славинск-на-Кубани вновь выпала честь принимать на кубанской земле спортивные соревнования. На баскетбольном ринге встретились спортсмены сборной Славинского района «Славинск» и из новороссийской команды «Черномор Транснефть». Гости из города-героя уже не в первый раз сталкиваются в спортивной борьбе с нашей командой. И каждый раз эта игра напряжённая. Сильные соперники, все достойные ребята. Приятно видеть всегда их. Приятный зал, вообще чисто, всё аккуратно, убрано. Достойная площадка. А спортсменов Славинской сборной соперники не пугают. Капитан команды «Славинск» Александр Дорошенко признаётся – наша сборная шла на игру с настроем только на победу. Новороссийск всегда принципиальный соперник, потому что мы называемся «города-побратимы». Команда сильная. Бывает, что мы выиграем, бывает, что и они проигрывают. Но в этом году мы с ними уже играли. Проиграли очень много. Игра была яркая по накалу, ходу и результату. В начале игры «Фортуна» была на стороне соперников. Но славинская команда не давала противникам вырваться вперёд. И долгое время счёт был практически равным. Как и ожидалось, баскетбольная встреча держала в напряжении всех зрителей, заполнивших трибуны спорткомплекса «Триумф» до последней секунды. Команда «Славинск» под руководством главного тренера и по совместительству начальника управления по физической культуре и спорту Александра Прищепа лидировала на протяжении всего матча. И в итоге добились победы со счётом 93-68. Впереди у спортсменов ещё несколько игр, но уже в следующем году. Пожелаем им новых спортивных побед и достижений. Надежда Калинина, Игорь Ванчугов, Георгий Калинин. Программа «События».